Батальонная гвардия Артиллерия по нам работает, то есть грады, минометы Пожарная вышка была посечена осколками от минометных обстрелов Железные ворота гаража прошиты пулевыми отверстиями В стенах зияли дыры от недавних танковых сражений Где мы сейчас находимся? Находимся на пожарной части и на самой взлетной полосе То есть машины в случае возникновения пожара на взлетно-посадочной полосе должны были выдвигаться отсюда, дабы оперативно потушить пожар Затем для охлаждения жидкости А сейчас на какой-то другой машине, Ваня, она может использовать? Ну, в принципе, можно переставить и использовать И эта машина тоже, в принципе, исправна Заправляй, по идее, ставь аккумуляторы и поднял А в каких целях, кроме того, чтобы пушить, я попробую? Для блокпоста Если убрать лишнее с него, можно использовать, как там, минометики какие-нибудь перевезти Переездные сделать А что здесь размещалось? Шланги, да? Шланги, огнетушители, противоразы, возможности А когда эти тушители, они были использованы при стушении пожара? Да нет, их тут уже не было То есть небо, когда они зашили? Не было То есть ими уже кто-то пользуется Команда размещается в самом начале, правильно? Команда тут из двух человек Один водитель, второй, получается, по идее, который тушит Наверху стоит гидрант То есть, когда пожар, он должен выйти с машины, залезть наверх и заниматься делом тушить пожар Вот так Тут два человека всего, коробка автобуса, как правило, стоит Машина очень прекрасна Тут, наверное, еще одна стояла, но вторую, наверное, обнали, было попроще и вот так А сейчас как используется или вообще не используется? Ну, сейчас мы используем ее так, чтобы под нее спрятаться Хоть как-то, какое-то укрытие То есть, в результате обстрелов, который до сих пор ведет украинская армия По попытке прорваться сюда, вы используете как укрытие? Да, начнёмся под минометным обстрелом, прячемся в яму, под нее Ну вот, вот тут прячется, вообще сидит Уже, наверное, одно место А тут, в котором один человек А тут, получается, сам водитель Водитель, да Который рулит и так далее, вывозит там на пожар Так выглядела вышка еще 12 ноября А 14-го, около восьми часов утра, началась массированная атака Украинской армии на позицию пожарная вышка В наступлении были задействованы танки, БТРы, работали минометы Теперь эта позиция не принадлежит никому Уничтожена полностью и представляет собой руины Убито семь бойцов армии ДНР Еще семеро ранены и находятся в госпитале Расположение наших сил и сил противников в аэропорту осталось прежним Новый терминал занимают бойцы ДНР Старый терминал находится под контролем батальоном Национальной гвардии Украины Оксана Волчонок, военный корреспондент Восток, телеканал Новороссия, аэропорт Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...